Всем привет друзья, с вами Варчик, это такая вот срочная новость, поскольку завтра у нас стартует новое событие в игре World of Tanks, называется конструкторское бюро, соберите новый танк 10 уровня. Вот такая вот у нас новость на главном официальном сайте World of Tanks, также видео на ютуб канале появилось, которое вы можете посмотреть, я себе репост группы вконтакте сделал. И еще что хочу сказать, что можно будет с 16 июня по 10 июля получить новый танк Объект 780, который недавно на стриме мы уже смотрели, я вам его показывал, его броню, мы за него там говорили, смотрели как он выглядит. Я вам рассказывал о том, что скорее всего он в лоб критуется жестко, поскольку танчик, как вы видите, выглядит очень интересно, у него корпус очень плоский, такой маленький и понятно, что модули все там понатыканы близко и кучно, Поэтому в видосе картошечка нам рассказывает, что надо компоновку ставить, поскольку видимо он там в лоб горит, взрывается и все критуется у него. Ну посмотрим, посмотрим как оно будет, вот так вот танчик выглядит. Это 3D стиль, и с 3D стилем у нас еще идет такой вот сзади номер, этот номер, я думал, что это там допустим фраги набивать или еще что-нибудь, кто-то думал, что это количество боев, это номер, номер танка, который вы получили. Это 3D стиль, то есть это так танк выглядит в 3D стиле, без 3D стиля он выглядит попроще, не знаю, тут есть скриншоты без 3D стиля, без 3D стиля что-то не видно. Ну 3D стиль мне нравится, поскольку он выглядит не мультяшно, не как-то там футуристично, по-дурацки, он выглядит четко, мощно и более-менее реалистично. Плюс еще вот этот счетчик сзади, он показывает номер танка, первые 40 тысяч машин будут с 3D стилем варан с индивидуальным номером, то есть будет нумерация до 40 тысяч, а остальные 80 тысяч, всего будет 120 тысяч, остальные 80 тысяч будут без 3D стиля и без нумерации. То есть это такая фишка, она больше как для стримеров что ли сделана, и стример будет показывать этот танчик на стриме и будет видно номер. Зрителям будет интересно наверное походить, посмотреть у кого какой номер, кто получит первый номер. У меня есть подозрение, что некий может быть хайп или какая-то движуха вокруг первого номера будет. Я не удивлюсь, если первый номер попадется какому-нибудь известному стримеру, это будет интересная новость и событие. Ну в общем зрители как обычно будут бегать и говорить подкручено-откручено. Посмотрим кто заберет первые 40 тысяч танков, поскольку ресурсы нужны не маленькие. В чем суть этого вообще события? Это конструкторское бюро. Суть в том, что мы получаем танк 10 уровня за те ресурсы, за которые хотим. Но картошка сделала все таким образом, что в любом случае мы получим танк не за то, что мы хотим. Сейчас объясню почему. Здесь можно конечно параметры танка посмотреть, всякие там, а точнее это описание. Параметры танка у нас можно будет посмотреть где. Вот здесь. Средний урон 530, пробитие 267 ббшкой, 311 вроде под калибером. Я смотрел на сайте или в клиенте игры уже даже можно его посмотреть. 2200 хп и максималка 45. И удельная мощность там тоже неплохая, 17 кажется, я точно не помню. На стриме я смотрел, вам показывал. 0,35 точность, 1,9 сведения. Даже у ВН и минус 7, при том, что он не супер высокий. То есть параметры неплохие у танка, интересный. Обзор 410 у Савка. Прям светляк. То есть вот удельная мощность 17,5, не обманул. Вращение 34, не сильно много. Максималка 45. Так. А вот так он выглядит без 3D стиля. Ну, такой интересный внешний вид у него. Так, тут какая-то единичка нам какую-то показывает. В принципе, танки без 3D стиля. Выглядит интересно, но в 3D стиле прям мощно. Возврат ресурсов легко, удобно, без рисков. Так. Теперь, за что мы его будем брать? Здесь вот на сайте World of Thanos в этой новости есть конкулятор. Вы можете зайти в клиент игры, посмотреть, чего у вас сколько. И в этом конкуляторе посчитать. И уже подготовиться заранее, какие ресурсы вы будете вкладывать, если собираетесь этот танк брать. Во-первых, эти ресурсы, как сказано было в видео, в любой момент можно будет забрать. То есть завтра, 16 числа, у нас сегодня 15. Завтра, 16, можно будет зайти в клиент игры и с 7 утра, вот здесь вот возле кнопки в бой, флажок появится с индикатором. На него нажать и там закинуть ресурсы, те, которые хотите. А ресурсы можно будет закидывать следующие. Свободку, золото, серебро, чертежи универсальные, чертежи национальные и боны. В чем прикол? Почему это немного обман? Ну, во-первых, понятно, что это очередная механика высасывания ресурсов из игроков. Это раз. Второе. А на самом деле, некоторым игрокам, а куда их девать эти ресурсы? Вот они есть, миллионами, миллиардами там складируются на аккаунте. И, а куда их девать? Есть игроки, которые захотят танк, но у них ресурсов мало. И им придется либо донатить в голду, либо фармить серебро, либо танки продавать. Как обычно, некоторые супер гениальные люди начинают танки продавать под все это добро. Но это, конечно, занятие не очень. Я выставил здесь уже в этом счетчике те ресурсы, которые буду ставить я. 424 тысячи свободки. То есть, чертежи, 224 универсальных чертежа, это тоже максимум. У меня их чуть больше, но я не могу их больше поставить, потому что тут потолок. Фрагментами чертежей можно заполнить максимум 36% сборки танка, 22% национальными, 14% универсальными. Вы сможете вложить максимум 50 фрагментов национальных чертежей каждой нации. То есть, ограничения на самом деле жесткие. Не дай бог у вас на какую-то нацию много, а на другие мало, но вы сможете только с каждой по 50. Здесь вот большое полотно какой-то писанины написано, где объясняется, что танк стоит много свободки, много голды. И вы делаете скидку, используя чертежи, национальные фрагменты, кредиты и так далее. Но, такое ощущение, что все остальное бесплатно вообще с неба сыпется и просто берется из ниоткуда. Какая-то подмена понятий, как будто бы только голда, свободка и имеет ценность, а все остальное это прям на халяву. В общем и целом получается, что ограничения у нас существуют только на чертежи, а все остальное мы можем заливать сколько хотим. Но, оно у нас заливается по 1%, мы не можем прям до единички там выбирать сколько мы хотим залить. То есть, у нас по 8000 свободки кусками заливается у нас, по 550 голды, по ляму серебра и по 400 бон. Вот допустим, свободки у меня больше есть на несколько тысяч, но у меня останется свободки меньше 8, и поэтому я не 430 тысяч свободки заливаю, а 424, потому что у меня останется 6000 свободки и все. В общем, я буду заливать 424 тысячи свободки и чертежей, 224 универсальных, 550 национальных. Поскольку у меня все ветки в игре прокачаны на основном аккаунте, мне это добро девать некуда, качать нечего в игре. Серебро мне жалко сюда закидывать, голды у меня на аккаунте нет, боны там 10 тысяч есть, но 4400 просто добью. Интересно упадут серваки или нет, интересно ли людям летом заходить в картошку танчик свой получать, тратить кучу ресурсов, хотя многие потратили тонны ресурсов уже во всякие там караваны. Не у всех может быть оно есть, но это мероприятие будет проходить долго, с 16 июня по 10 июля. То есть чуть меньше месяца оно будет длиться, и можно будет что-то там подформить, попроходить боевые пропуски. Видимо эта механика должна подтолкнуть игроков для того, чтобы больше играть и проходить боевой пропуск, чтобы получать всякие ресурсы, поскольку в видосе даже объясняется, что где вы каждый из ресурсов можете получать, ну и конечно же, что боевой пропуск это одно из самых жирных мест для получения большинства ресурсов. Я думаю, что 120 тысяч танков это огромная цифра. Танчик я возьму 100%, а вот возьму с 3D стилем или нет, завтра утром посмотрим, я думаю, что это будет легко. В картохе сейчас онлайн не сильно высокий летом. Есть вариант, что начало многие пропустят, прозевают, но за месяц, я думаю, многие танчик свой получат. Я же вам его постримлю, покажу, что он да как. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, будете заливать ресурсы или нет. И, кстати, забыл сказать, что их в любой момент можно будет нажать кнопочку забрать обратно, если вы передумаете. Или, если вы до конца события все-таки не дособираете ресурсы, они вам потом в конце вернутся, никто у вас их не отберет. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, будете заливать эти ресурсы туда или нет. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok